В эфире программа «Неделя города». Здравствуйте! С новостями нашего региона вас познакомлю я, Герман Гущин, и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Смотрите сегодня. Самая небыстрая почта в мире. Рязанцы часто жалуются на долгое ожидание и плохую работу отделений. Один день с сотрудниками ДПС. Наша съемочная группа проехалась по маршрутам с сотрудниками госавтоинспекции. Празднику вне ведомственной охраны. 69-й день рождения отмечает Росгвардия. Об этом и не только. Смотрите в этом выпуске. Каждый из нас периодически наблюдал картину, когда люди часами стояли около почтовых отделений. Очереди порой выходят даже на улицу. 48-е отделение на Новоселово-31 в своеобразном черном списке местных жителей. На весь микрорайон всего одно отделение почтовой связи. Но работает оно, как говорят рязанцы, с перебоями. Жители микрорайона Дашково-Песочни очень часто жалуются на плохую работу Почты России. 48-е отделение на Новоселово-31 единственное на этом участке и обслуживает весь микрорайон. Людям приходится ждать своей очереди по несколько часов. Ропот усиливается. Сколько стоите, ждете посылку по времени? Уже полчаса. Обычно часто посещаете данные? Нет, редко. Не хочется посещать это. А почему? Потому что все время очереди. Я не знаю, у нас такая вот почта, как сказать-то. Я живу в этом районе. Мне 56 лет. До этого я прожила во всех районах города Рязани. В Московском, в Железнодорожном, в Советском. Во всех. Вот я здесь живу 12 лет. Здесь все так. На момент наших съемок очередь из пары десятков посетителей уже выползла на улицу. Среднее время ожиданий час и более. Впрочем, по словам руководства отделения, есть там объективные причины. Жесткая текучка кадров. Ну и пандемия, конечно. У нас отделение обслуживает очень огромный район. Было раньше два отделения на этой территории. На данный момент работает только одно отделение. Поэтому очередь, да, и ввиду пандемии, ввиду, что сотрудники болеют. Некоторые сотрудники уволились. В этом отделении на данный момент нет начальника, нет заместителя начальника. Я являюсь руководителем 32 отделений. Поэтому физически постоянно находиться здесь тоже нет никакой возможности. Ну, работаем так, как можем на данный момент. Стараемся клиентов отпускать вовремя. В руководстве Почты России по Рязанской области как бы знают о проблеме данного филиала. Но пока вариативности никакой. К сожалению, мы были вынуждены сократить режим работы почтового отделения из-за нехватки персонала в связи с пусками, больничными и открытыми вакансиями. Кроме того, это отделение находится в постоянно растущем микрорайоне Дашково-Песочине и обслуживает уже в несколько раз больше жителей, чем положено по нормативам. В настоящий момент, чтобы разгрузить работу отделения 39-20-48, мы выключаем договор на размещение дополнительного отделения в строящемся жилом доме по улице Васильевской. С появлением дополнительного отделения нагрузка на работников 48-го филиала должна стать меньше. Почти России на это, по крайней мере, сильно рассчитывают. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». То, что служба и опасна, и трудна, можно сказать, наверное, про работников многих структур. Сегодня же речь пойдет о сотрудниках госавтоинспекции. У нашей съемочной группы появилась возможность провести полдня с одним из экипажей ДПС. Как проходит их служба, расскажем далее. Дорога, по которой едет экипаж ДПС, стандартный маршрут их патрулирования. Сегодня это Октябрьский район, трасса Рязань-Ряжск со всеми ее ответвлениями. Рация внутри салона буднично сообщает о жалобах местных жителей. Например, об автомобилях, припаркованных на местах для инвалидов. Соответствующего знака на машине, естественно, нет. Все вызовы проходят через дежурную часть. Сообщение передают машине ДПС на своем маршруте, а мы отправляемся дальше в путь. Ежедневно по каждому району курсируют два автомобиля. Это если нет усиления или внештатной ситуации. Пока все спокойно. Останавливаемся на маршруте и выявляем нарушения. Не проходит и пяти минут, как появляется первая уж слишком затонированная машина. Прибор для измерения светопропускаемости у полицейских на месте. Носит благозвучное название «Тоник». При водителе его калибруют, протирают боковое стекло. Сейчас сколько? 6, да? 6, 20% светопропускаемости. Сейчас возможность вам представляется устранить, чтобы не выписывать вам требования. Будете снимать? Водитель соглашается. Правда, с заклейкой тонировочной пленки скрывается еще одна. По мнению водителя, прозрачная. Но прибор не обманешь. И 6, 31, 5, да? А светопропускаемость допустимой передней боковой стекло пока? 70. То есть у вас не соответствует. Правильно? Приходится снимать и пленку с боковых, и с лобового стекла. Штраф выписывают на месте. 500 рублей. По словам автоинспекторов, наибольшее количество нарушений, конечно же, происходит в выходные. Всегда хватает и пьяных за рулем, и поворачивающих через двойную сплошную. Фиксировать помогают три камеры в салоне автомобиля ДПС. Одна спереди, другая сзади. Есть еще одна, которая пишет все, что происходит в салоне. Как говорят сотрудники ДПС, каким может быть дежурство, никогда не предскажешь. Было дело, что инспекторы беременных женщин не только до больниц отвозили, но и принимали роды прямо на месте. Суммарно на двоих эти парни работают в ГИБДД около 18 лет. Помогать людям уже неотъемлемая часть профессии. Конечно, будут еще и оцепные, и выходные, но это все потом. А пока новые вызовы, новые нарушители, новые маршруты для безопасности города. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». 29 октября 1952 года постановлением Совета министров СССР была образована служба вневедомственной охраны. Служба существует уже 69 лет и на днях отпраздновала свой день рождения. Валерий Седов побывал на учебно-тренировочной базе и узнал, что представляет из себя ведомство сейчас. Сработал сигнал тревога. На вызов оперативно прибывают сотрудники вневедомственной охраны. Передвигаются вдоль окон осторожно. Внутри может быть преступник. Проверяют каждое, закрыто оно или нет. Ручки дверей тоже. Потом двигаются дальше очень осторожно. Здесь нет места киношному геройству. Никто не выскочит под пули с автоматом наперевес. Движения грамотные и отработанные. Когда здание осмотрено, идет доклад. Дельта 5, 14. Осмотрели, все закрыто. Блокировали. После доклада разбор ошибок. И все по-новому. Это тренировка. Однако ситуация приближена к реальной. Злоумышленника только не хватает. В основном мы в большей части тренируемся здесь на учебной тренировочной базе. Замечательная тренировочная база. Все для этого есть. Тренировки периодически, потому что это является основной нашей задачей охраны объектов. Мы учетно добавляем новое. Основная задача службы вневедомственной охраны – это охрана общественного порядка и объектов форм собственности. К тому же сотрудники пресекают преступления, административные правонарушения и противоправные действия. В этот раз тоже все прошло четко по плану. За истекший период 2021 года было осуществлено 3957 вызов, крупных задержаний по сигналу тревога. Сохраняемых объектов, на которых были пресечены попытки хищения имущества собственников и другие правонарушения. Сотрудникам местной охраны было задержано 41 лицо, находящее в розыске. За совершение административных правонарушений и преступлений было доставлено и передано в территориальные органы внутренних дел более 5000 человек. После отработки сигнала тревоги сотрудники перемещаются в спортивный зал. Здесь идет отработка приемов рукопашного боя. Давайте удар флаком прямо. Тоже бьет, можно уйти, блокировать, расслабляешь удары, сделаешь, такие руки. Команда подается колени к животу и сопровождается. Такая тренировка проводится раз в неделю. На ковре Александр Нагин, он старшей группы. Во вневедомственной охране работает 18 лет, мечтал сюда попасть с детства. При должном желании и усердии стал одним из лучших. Теперь в регулярных соревнованиях отстаивает честь города. У нас каждый год проводится конкурс профессионального мастерства. И раз в три года проводится всероссийский конкурс профессионального мастерства. Готовимся, занимаем места. Сейчас нам построили еще на тренировочную базу. Так что у нас уровень повышается. Готовы к новым выступлениям. 29 октября служба вневедомственной охраны отмечает свой день рождения. И как водится в силовых структурах, праздник редко отмечают за столом. Это тренировки или дежурство. Чтобы в нужный момент времени сработать четко и без потерь. Поздравляю всех сотрудников, работников и ветеранов с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и успеха во всех начинаниях. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город. Корректировка бюджета на ближайшие два года, резонансная продажа хлебозавода номер один и строительство новых школ. Вот эти основные темы сессии Рязанской городской думы. Сколько и куда потратят народные избранники, знает Валерий Седов. Самый главный вопрос повестки – продажа комплекса зданий бывшего хлебозавода номер один. Заявленная стоимость 58 миллионов рублей. Приобрести комплекс планирует правительство региона. Им как раз нужно помещение, где может разместиться технопарк. Деньги от сделки пойдут на модернизацию хлебозавода номер три. Впрочем, из-за продажи между депутатами городской думы все равно разгорелись нешуточные дебаты. Спасение вызывает, что данные меры, эффективность данных мер для хлебозавода будет такая же, как и всех остальных. А вот риск ухода и внуческую внеизвестную направление по вызывающему вопрос о цене есть. Безусловно, наша фракция считает, что муниципальные предприятия надо сохранить и добиваться их развития. Меры уже вынуждены, и подошло все к тому, что другого решения быть не может. Мы поддерживаем это решение, наши правы с победой России. Поддерживаем, хотя это очень тяжело принимать такое решение. Очень тяжело. Надеемся, что те средства, которые получит третий хлебозавод при помощи администрации, при помощи управления экономикой, администрация самого третьего хлебозавода позволит сохранить завод, стратегический завод для наших граждан. Ну и как-то все-таки закрепиться и развивать их. По словам исполняющего обязанности замглавы мэрии Олега Федина, построить что-то иное на данном участке нельзя. А чтобы восстановить здание хлебозавода, по самым скромным подсчетам необходим миллиард рублей. Если же сделка не осуществится, то третий хлебозавод может остановить свое производство уже в ноябре. Этот аргумент стал решающим. За проголосовало большинство депутатов. Еще один вопрос – изменения и дополнения в бюджет текущего года. За счет межбюджетных трансфертов доходы и расходы увеличиваются на 561 миллион рублей. Деньги эти направят на ремонт дорог, благоустройство дворовых территорий, ввод в эксплуатацию пристроек, восьми детским садам и строительство школ. В частности, речь идет о возможном строительстве школы на 600 мест в центре Рязани, недалеко от стадиона «Спартак», где сейчас находится заброшенная ледовая арена. Выделены средства на проведение проектно-изыскательских работ. Почему мы сегодня говорим уже о строительстве и финансировании? Потому что готовы. Первое – земельные участки. Второе – проектно-смертная документация. И мы с вами говорили о том, что нам надо двигаться дальше по пути строительства школ в городе Рязани, выполняя указ президента о переходе всех наших школ в одну смену. Тем более в центре города Рязани. Решение о внесении изменений в бюджет также было поддержано большинством голосов. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Когда человек становится человеком? Когда рождается или получает паспорт? А может быть именно в момент его зачатия? Последней версией придерживаются священники русской православной церкви. Так думают и многие люди на нашей планете. От этого тема абортов стоит очень остро в современном мире. К нам в Рязань приехали актеры и режиссер фильма «Право выбора». На премьере они рассказали, для чего и для кого создали свою картину. Закрытый показ фильма «Право выбора». На премьере актеры, режиссер, священники и многие другие. Тема картины – аборты в современном мире. Перед показом главный герой рассказал, какой посыл заложен в картину. «Я говорю, что это было сделано для того, чтобы хотя бы одна женщина поменяла свое отношение к этой проблеме, особенно которая находится в этой ситуации. Если хотя бы одна это сделает, то все было не зря». Главный герой – молодой хирург, назначенный на должность главного врача роддома вместо пожилой женщины-гинеколога советской эпохи. Он пытается изменить абортивное состояние общества хотя бы на уровне своего роддома. Погрузившийся в рутинную работу, главврач сталкивается с множеством ситуаций, которые рисуют перед ним картину происходящего в сфере отечественного родовспоможения. Оказывается, врачи не очень-то и заинтересованы в беременности пациентки. К ней и ее ребенку равнодушны. «Первое, что вы спрашиваете, когда узнаете о беременности пациентки?» «Аборт или рожать?» «Как ни в чем не бывало, спрашивает врач». «И пациентка думает, ну если сам врач, сам врач говорит такое спокойно». «Ну а что мы должны спрашивать? Мы по закону обязаны это говорить». «Ну что, рожаем?» Переломить ситуацию главному врачу было трудно, но если своих коллег ему удалось убедить, то внезапно сами женщины, не готовые к родам, устроили бунт. Проблема абортов весьма многогранна, так считает режиссер фильма Елена Пискарева, которая, кстати, сама сейчас находится в пикантном положении. «Мы озвучили проблему, мы дали срез, мы показали, как все обстоит, вот как бы с разных сторон. Со стороны врача, со стороны женщины, мужчины, общества. И дальше уже это должен думать сам, решать сам, потому что мы не собираемся делать агитские плакаты. Все, кто причастен к этим решениям, должен решать на своем участке. Политики, врачи, женщины, общество, мужчины. Главные виновники этой проблемы, на самом деле, мужчины». Это вторая работа Елены Пискаревой на тему прерванной беременности. Первый ее короткометражный фильм произвел неизгладимое впечатление на зрителей. Режиссеры буквально завалили письмами. Некоторые из них были со словами благодарности. «Писали, что сохранили беременность. Это, конечно, было для меня побудительным мотивом, что просто фильм без какой-либо даже пропаганды, просто заставляющий задуматься, может кино вообще, может так менять реальность и что-то делать созидательное». Положительные отклики дали большой стимул для съемок нового полнометражного фильма «Право выбора». Режиссер на протяжении года писала сценарий, проводила журналистские расследования. Не веря, что столь жесток мир абортов, что эта параллельная реальность, так плотно вошедшая в русский менталитет за прошедшие сто лет, находится бок о бок с каждым из нас. «Церковь говорит, что аборт – это убийство. И вот с этим вопросом надо разобраться, потому что на самом деле он важный. Никто не хочет быть убийцей. И когда женщина соглашается на аборт, она ни в коей мере не приравнивает себя к убийцам. Она полагает, что убийство не происходит. Но мы говорим, что жизнь начинается с момента зачатия». Мнение церкви очень важно для многих людей. Однако сам фильм выполнен в чисто светском формате. Истории, показанные в картине, вполне себе реальны, что делает ее ближе к народу. Так что акценты, которые расставили создатели картины, очень понятны для зрителя. А сам фильм дает каждому право выбора. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Правильная выбранная обувь – залог хорошего настроения и самочувствия в любом возрасте. В осенне-зимний период требования к паре повышаются. Теплая, не промокающая, не скользящая. Все эти характеристики, к сожалению, часто отражаются на ценнике. Но не в случае с белорусским производством. Убедиться в этом можно лично. Ярмарка белорусской обуви на несколько дней развернулась в Рязани в выставочном центре АК. В многообразии обувных магазинов и бутиков сегодня бывает сложно сориентироваться. Ведь модели на любой вкус и кошелек поражают воображение. Но среди всех этих бесчисленных витрин найти свою пару обуви бывает крайне сложно. Причин много. Хорошая по качеству кожаная обувь и стоит совсем не дешево. Не каждый может себе позволить отдать за пару ботинок целую пенсию, например. Да и сделанные по одному лейкалу модели не рассчитаны на тех, кто столкнулся с определенными особенностями строения стопы или возрастными проблемами ног. Обувь белорусского производства хорошо известна и своим высоким качеством, и тем, что часто становится спасением для людей с особенными запросами. Преимущество нашей обуви в том, что она изготавливается только из натуральных материалов, а именно из натуральной и прессованной кожи. На ярмарке представлен широкий ассортимент обуви для проблемных ног, а именно высокий взъем, широкое голенище и выпирающая косточка. В основном это люди, которые не могут в обычном магазине подобрать себе обувь. Немаловажным в современном мире фактором для выбора именно этой обуви становится и цена. Прямая поставка с фабрики производителя позволяет не делать огромных наценок. Поэтому такие ценники, как здесь, в других магазинах найти невозможно. На ярмарке представлена обувь напрямую от производителя по сниженной цене. Поэтому можно не только подобрать удобную и комфортную обувь, но и еще приятно сэкономить. Рязанские покупатели успели оценить и качество представленных моделей, и приятную цену, и удобство белорусской обуви. А эти критерии – комфорт, удобство и цена – основные при выборе. Ну, не такая уж дорогая она. И в то же время очень удобные и качественные вроде бы. На данный момент сейчас важно бабушку обуть. Удобные, теплые, комфортные. Мягкую подошву, чтобы была мягкая. Чтобы по ноге внутри сидело хорошо. Ну и фасон хороший. И вроде по ноге. Прочные, чтобы были. Ну, чтобы кожаная была. И удобная, конечно. Да много всего. Всего полно. И можно выбрать. Были бы деньги. Вот башмаки хорошие присмотрела. И вот здесь еще. Работа ярмарки белорусской обуви стартовала 27 октября и продлится до 4 ноября включительно. Выбрать обувь по вкусу и по душе можно в торгово-выставочном центре АК на улице Есенина. Ориентируйтесь по указателю центрального входа. Мария Елисеева серебром вернулась из Москвы со всероссийских соревнований по бодибилдингу. Активно заниматься спортом стало 4 года назад и вот уже серьезный результат. Сегодня Мария тренирует девушек не только из России, но и из других стран. Анна Герцовская оценила рельефность спортсменки. Мария Елисеева молодая мама, которая уже 3 года тренирует девушек с детьми по своей программе. В этом году она, что называется, расширила горизонты и впервые проверила свои силы в соревнованиях по фитнес-бикини в Москве. Вот у меня две медали. Одна медаль получается то, что я первый раз участвовала, да, это дебютантка, да. И вторая медаль за то, что в ростовой, в своей ростовой. Потому что там есть ростовые категории, да, у меня там определенный рост. Получила второе место. Аппетит, как говорится, приходит во время еды. Следующие соревнования по бодибилдингу, в которых Мария хочет принять участие, пройдут весной. На этот раз она решила подготовиться основательно и завоевать призовой кубок за первое место. Буду все это время готовиться, прорабатывать свои пропорции, потому что там очень-то важно. Вот, потому что в целом у меня все хорошо сушится, я умею. Главное сейчас проработать пропорции, потому что там это важный критерий. Трудно поверить, но еще 4 года назад Мария выглядела вот так. Находясь в декретном отпуске с ребенком, она решила преобразиться. И мы просто с сыном друг друга развлекали, мы занимались спортом. Пару раз поприседали, поняли, что это весело. И мы весело, здорово, вот так же тренировались, как здесь сейчас мои, как вот здесь сейчас мама с ребенком. То же самое, только это было у меня дома. А потом мы перебрались в ЦПКО, потом потянулись к нам сами мамы, которые гуляли с колясочкой, и мы решили совмещать прогулку и с тренировкой. Маша тоже мама, она показывает свой пример, как из, конечно, плохо говорить, из толстушки, из бампушки превратиться в фитнес-модели. Конечно же, хочется стремиться к этому и быть лучше. Мария изменила свою жизнь и теперь тренирует других девушек, женщин, мам с детьми со всего интернет-сообщества планеты. Елена Юдаева уже прошла фитнес-марафон Марии, теперь отправилась к ней в зал вместе с ребенком. Поправили технику какую-то, конечно, прекрасно, я и буду дальше продолжать с Алисой сюда приезжать. Я была, на самом деле, удивлена, что она высидит целый час, потому что она егоза. Было очень классно, детки вместе коммуницируют, играют, и дети отвлекаются от мам, и мамы отдыхают. Как бы это странно ни звучало, мамы тут потеют и отдыхают. Дети знакомятся, адаптируются, причем эта адаптация еще и полезна перед садом, потому что, когда ребенок идет в сад, у него тоже стресс и у мамы, и у ребенка. А здесь он уже взаимодействует, он уже в контакте, ему уже потом легче, легче, легче. Мария Елисеева считает, что совместные занятия мам с детьми приносят огромную пользу. Она подбирает такие упражнения, которые с легкостью можно выполнять и дома. К тому же некоторые дети приучаются к здоровому образу жизни и спорту буквально с пеленок. Приседания, пресс. Мне всего больше нравится пресс, потому что, ну, его надо качать, потому что, а то, когда тебе стукнут живот, то пробьешь живот себе и все. Ну, еле-еле, еще надо качать долго. А тетя Маше надо пояс носить, потому что у нее все мышцы класс. Ну, она качок, как парень, и ездила на срыва, на ванне. И у нее второй мастер. Свой успех как в спортивной карьере, так и в работе тренера Мария объясняет очень просто. Все дело в атмосфере. Девушка не дает сухую программу тренировок, а старается зажечь искру в каждом человеке. Замотивироваться не только на физическую, но на моральную и духовную трансформацию. Вообще, по образованию я режиссер массовых мероприятий и праздников. В общем, я, получается, соединяла спорт и праздник в одно. Поэтому у меня марафон называется «Веселая и стройная жизнь». Я задаю атмосферу, я задаю настроение, я даю эту энергию, потому что мне это нравится. Ты несешь, что ты хочешь этим сделать? Так вот, у меня есть эта сверхзадача. Я хочу донести людям, что очень важно быть в тонусе, работать над собой. Каждый своей подопечной Мария подбирает индивидуальный режим питания и тренировок для достижения оптимальных результатов и дальнейшего поддержания себя в тонусе. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.тв и на наших страницах в соцсетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова